Поэзия, музыка души. В Столице Чувашии прошел первый фестиваль поэзии народов России. Стихи слушала Юлия Важенина. Все свистят и сверлят пули, нас, отрекшихся когда-то. Мать-земля, нас обманули, ты должна родить солдата. Мы за все армагеддоны, беловежским платьем златом. Враг на Волге, враг у Дона и должна родить солдата. Заслуженный работник культуры России Сергей Соколкин читал свои стихи, как и остальные участники фестиваля. Здесь он представил и свою новую книгу «Работайте, братья». Помимо его собственных стихов, в ней собраны произведения поэтов нашей страны. Это антология современной патриотической и военной песни России. Мне это близко по многим причинам. Я, во-первых, сам достаточно известный автор песен. У меня песни поют 56 исполнителей, все наши звезды. А здесь собраны 250 поэтов разных национальностей. Есть и чувашские, в частности, Тургай. За время фестиваля его участники знакомились с культурой нашей республики. Изучили чувашское народное творчество произведения наших первых писателей. Побывали и в мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР Андриана Николаева. Пусть встреча с землей чувашцы поможет вам родить новые произведения, новые шедевры, скажем так, в поэзии, в искусстве поэзии, в искусстве литературы. И вы принесете своим творчеством всем людям, которые будут знакомиться с вашим творчеством, только добро, красоту и любовь. Башкортостан, Татарстан, Мариэл, Удмуртия, Дагестан. На два дня Чувашская республика стала литературным центром для поэтов и прозаиков. Здесь искала вдохновение и Нина Абрескова, литературный критик из города Сыктывкар. Полный зал детей, это замечательно. И еще более того, дети должны знать, что литература их народа престижна, литература их народа ценится другими народами. И тогда у нас будет и будущая поэзия, и будущая читательская аудитория. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.